Максим и Валера Задавать им первым вопросы, которые подготовил уже целый пак этих вопросов Ребята, сколько раз вы были на видеопипле? Я вообще про ютуб тренды, наверное, вот именно вот хорошо конкретно занимаюсь Только может 6 месяцев, а предыдущий был в Питере, поэтому я никак не знал про него Я нахожусь на видеопипле первый раз, честно говоря Аналогично, то есть мы сейчас стоим втроем первый раз, да? Не, ну ощущения классные, первый раз ощущения Ребята, хочу вас похвалить за то, что вы стараетесь, прилагаете усилия, снимаете И такая современная непростая работа А над какими проектами вы работаете? Ну, я хочу заниматься такой более развлекательной Ну, то, что мне нравилось, наверное, в школе Вот какие-то, вот что будет, если там, или... Или вот, ну просто путешествовать тоже хочу, рассказывать какие-то свои мысли В общем, пробовать все, что угодно Хотя советуют часто, если ведешь канал о путешествиях, веди только о путешествиях Или там, кулинария, веди только о кулинарии Что вы на это скажете? Ну, вообще, я думаю, что, типа, должен существовать контент, который будет нести какую-то позитивную ноту Ну, ты снимаешь видео, и там весело, позитивно, ты монтируешь, вставляешь какие-то вставки, весело, там, музыку, короче И это будет нормально заходить Несмотря на то, что у тебя какой-то определенный контент Другой, я думаю, подойдет, если ты будешь снимать примерно в таком же стиле Молодцы У меня недавно был опрос на канале То есть у меня польская тематика И в основном меня взрослые люди смотрят Но я спрашивал, то есть, как вы относитесь Отнеситесь к тому, что я, если вдруг поменяю тематику То, наверное, 70% сказали, зачем тебе менять? Ну, зачем тебе, допустим, создавать новый канал? Оставляй все на этом канале Кому будет нравиться, тем будут смотреть Я вот тоже делал опрос И, типа, что у меня новые ролики, видеоблогер Как бы заходил мне не так хорошо, как заходили игровые И я сделал опрос, типа Нормальный контент ли новый? Или, типа, что-то изменить? И сделал там одну ссылку, типа, мол Снимай не только видеоблогер, а то и снимал до этого И это, как бы, выиграло Это тоже снимай, но и не забывай про то, с чего ты начинал Делаю небольшую паузу Показываю название канала ребят Чтобы вы могли запомнить И посетить эти каналы Исследовать сами, посмотреть А теперь, ребята, следующий вопрос Что для блогера должно быть важнее? Деньги, слава или собственная репутация? Это выбор между тремя Или можете свое что-то сказать? Давай попробуй Между этими тремя, а потом свое Вообще, я думаю, репутация Так как, то есть, то, что ты снимаешь Тебе должно нравиться Ты должен понимать, что, типа, другим это тоже нравится Как на тебя смотрят А деньги это, как бы, атрибут Ну, да, говорят, что, типа, то, что ты должен снимать Тебе должно нравиться Ты должен это видео пересмотреть 5-10 раз И чтобы тебе не надоедало это видео смотреть И тогда ты сделал нормальное, качественное видео Которое, ради которого ты старался Бывает так, что ты снял видео Тебе нравится, очень И дома хвалят А все говорят, что оно не подходит Типа, ой, дизлайки появляются Ты начинаешь дергаться от каждого дизлайка Дизлайки, я так говорю Нет, такое бывает на самом деле Когда ты вот монтировал Начало нормально, вроде А потом под конец тебе уже так, типа, немного устал И в связи с этим получается, что ты не до конца видео Это дело нормальное В некоторых моментах понимаешь, что ты Ну, вообще, когда мне со мной нравится В основном, типа, публики тоже Потому что ты, как бы, ради этого старался Кладывал душу, типа И чувствуется видео, которое ты кладывал душу Спасибо большое Что нужно для блогера? Мое мнение такое, что я, ну, согласен Но, как мне кажется, что Ютубер будет до конца, ну, то есть полностью стараться И воплощать все там свои мысли вот в видео Только тогда, когда ему все-таки на самом деле будет отдача, мне кажется Потому что, если он будет делать очень много роликов Качественных, будет складывать в него очень много времени и денег Ну, некоторые, да, вот так происходит Но и он не будет получать отдачи, то он, скорее всего, не будет так часто вести И так его, ну, то есть стараться над каналом А что под отдачей ты подразумеваешь? Финансов Это понятно, да Мне кажется, что, ну, если вот Но на первом месте, наверное, все-таки нравится, это значит и репутация тоже, да? Творчество, да, то есть просто, ну, самовыражение, ну, это сюда А как думаешь, а что нужно для хорошей репутации блогера? Мне кажется, само желание блогера снимать То есть если он будет это делать ради того, чтобы, ну, то есть Люди ж видят, люди видят Тебя, ты хочешь снимать или Люди чувствуют, короче, ради чего ты это делаешь Или то, чтобы бабла просто поднять и все такое Или ради того, чтобы публику развеселить, короче, заинтересовать ее и все такое И вот в этом разница, типа, я думаю То есть есть те, которые чисто материально как бы идут сюда и, соответственно, вряд ли будут добиваться каких-то успехов Другими словами, это хобби, которое перерастает в работу Да Молодцы, у нас точно так же с женой А сколько у вас фото-видеокамер? У меня один телефон и вот эта вот камера привлечена недавно, кстати, и поэтому я перешел в небольшой видеоблогинг больше, чем в игровой, только в сфере Понял, молодцы Ты доволен своей камерой, Максим? В принципе, да, но, конечно, хочу купить iPhone, там, где уже, может, и 4K будет, и slow motion Потому что здесь, ну, как бы, в основном снимаю все на фронталочку, 5 мегапикселей, Full HD, все пишет хорошо, отлично Тоже хорош, только ссылки попадают, если сам ходишь, то на руку вытянут Благодарим вас, ребята, за такое интервью, вот солнышко уже появилось Что вы хотите пожелать зрителям канала Сергея и Валя Грачевы? Во-первых, оставаться все время на канале, там, так как тут крутые есть рецепты, правильно? Да, да, видео-рецепты Надо будет зайти, посмотреть Так, заходите, ребята Я-то ваши уже каналы знаю Лайкать, потому что для блогера очень важны лайки Или хотя бы пусть комментарии напишут, что вот мне не понравилось вот это Потому что когда дизлайк ставят, ты не знаешь Да, 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 очень много важно, когда зрители взаимодействуют, то есть когда они реально советы Не просто там, ну, просто нагнать на автора, а советы какие-то Да, ты там в носу ковырялся во время съемки, мне это не понравилось, да, пример Да, то есть поэтому взаимодействуйте, подбодряйте и поддерживайте Вот я встретил хорошего человека, Сергея Александровича Его канал, можно камеру отодвинуть, чтобы люди увидели? Конечно Вот Нужно Да, просто и ясно, Сергей Александрович А фамилия Сергей Денисов Точно Вот, человек, который имеет не один разряд хорошего труда, усилия и мастера И делает своими руками очень много хороших вещей Пример, вот чехол, футляр для камеры Который сделан был для камеры, по-моему, Xiaomi Да нет, это не Xiaomi, я уже, честно говоря, сам забыл, потому что столько чехлов Может быть, не надо снимать Но главное, что вам нравится Firefly, да Сергей Александрович, позвольте поинтересоваться, как вы считаете, что для видеоблогера, так как вы сам такой являетесь, такой профессией, должно быть важнее? Деньги, слава или репутация? Репутация, конечно А что для вас означает хорошая репутация? Для меня, ну, как для мастера, не халтурить, поменьше халтуры В работе? Ну, и, наверное, я вижу, вы этого придерживаетесь в видеороликах Ну, да, стараюсь, но иногда тоже, вы же видите, тоже, конечно, не святой Молодцы Как-то так, ставьте пальцы А были у вас интересные случаи, когда люди узнавали уже вас и сделали что-то приятное или необычное для вас? Узнавали, в смысле, где? Вот в Киеве, в городе, вы местный человек А, нет, приходишь, бывает так, все ходят и в комнату выглядывают, ну, когда на заказе Так что-то, да, ну, человек из ящика, человек из телевизора, да, всегда, как бы, интересен, да Выше хихикнули и спрятали Снимает же, в принципе, на объекте, когда работаете? Ну, иногда, иногда, оглянусь, смотрят, он стоит с мобильником Я оглянулся, он раз, спрятал Ну, пока нигде не выкладывали Хочу вас похвалить, вы очень много делаете хорошего, получающего Я думаю, вот даже вот этим рукам многому чего можете подсказать Спасибо вам большое Да, вам спасибо Хорошего дня вам Да Очень приятно, Александра Александра, канал Кошунечка О, он скоро будет по-другому назваться, ну, пусть будет А как будет называться? Александра Валерьевна будет называться Я думаю, по имени и отчеству это посерьезней То есть, как бы Знаете, так достало уже, три года, вот этот детский сад Совершенно случайно, это когда-то вышло, а потом оказалось, что все-таки кто-то смотрит У нас канал Сергея Валя Грачева, семейная тематика такая, кулинария А у вас какая? Лайфстайл, влоги Я вот честно скажу, сам вроде видеоблогер, но стыдно сказать, не понимаю вот эти названия Наверное, надо уделить внимание Да нет, ну просто, когда снимаешь влог, собственно, о своей жизни Так или иначе, да Вы на Видео Пипл первый раз? Да, но где-то, что это первый Видео Пипл в Украине, именно в рамках Киева, так что первый Логично А скажите, над какими проектами сейчас работаете? Ну, я... Да какие? Просто снимаем, просто какие-то идеи возникают в голове, на какие-то темы хочется поболтать и на это... Решила сменить прическу, решила снять новое видео, да? Да, да, да То есть, как бы вот так вот, к примеру Я больше вот по Наталье, наверное А у меня есть много творческих проектов, которые я пока умалчиваю, потому что, естественно, зачем заранее что-то рассказывать? Не дай бог, почему не знаю То есть, ждите взрыв новых интересных видеороликов Здорово, нахвали А как вы думаете, девчата, что для видеоблогеров важнее? Деньги, слава или репутация? Искренность важнее для видеоблогеров Четвертый вариант Искренность, да Настоящий посыл Нет, ну подожди, это ты мне все-таки говоришь важнее для зрителя Это для зрителя важнее искренность блогера Тут именно как бы мотивация блогера Я думаю, я думаю, слава первого А что? Деньги, слава, что там? Репутация Репутация Да, ну, наверное, да Искресланы, это все, вообще слава В какой-то степени, так что да, слава А я вам приведу пример Цари, которые были богатыми, но имели, так сказать, высокий нос, гордыми, да, были Как думаете, они имели славу среди людей? Хорошую репутацию Нет, ну это не знаю Репутация и слава тоже разные вещи Да, нет, славу они, конечно, имели Другой вопрос, дурная слава, добрая слава Поэтому я вот как бы, знаете, когда задавал этот вопрос, хотел дать понять, что... По-моему, там он Да, чтобы мы, когда делаем какой-то контент, мы делаем в первую очередь, который нам нравится, правда? Ну это правильно, по-моему Ну и потом думаешь, а как это отразится на моей репутации? Нет, не думаю Ну вы знаете, это вот как-то со временем уходит, может в самом начале ведения канала, может еще и думаешь, а потом понимаешь, что все равно... Ну, над вопросом есть над чем подумать, правда? Да, конечно Были ли у вас интересные случаи, когда люди узнавали вас где-то... Да, это... И сделали вам что-то приятное или необычное? Да, конечно А что было? Конечно Можете вспомнить? Нет, ну меня, ну понимаете, я больше по парфюмерии блогер, меня в парфюмерных магазинах узнают, могут там советы спросить А как они подходят к вам? Ну, ой, а мне кажется, я вас смотрела, а это вы, ну просто я очень часто меня и имидж мог вот не узнать Ну меня тоже периодически узнают, да, и это приятно Вот, я сразу иду на контакт, говорю, давайте фотографировать, добавляться, чтобы, ну, потому что иногда люди как-то застенчиво, вот, а я не вижу вообще... А что вы хотите, да, там... Никакого, просто не вижу... Фотографии, давайте сделаем, да? Да, я просто совершенно не вижу никакого смысла как-то уходить в слабую папос, если там у тебя определенное количество подписчиков в ютюбе, то есть как бы... Не, ну просто некоторые люди как бы открыты на камеру, но закрыты для общества Да, да Девчата, сколько у вас камер? У меня вот одна У меня с телефона вообще, я знаю То есть вы считаете, что этого достаточно? Для, допустим, моего формата точно достаточно, вот Я делаю это действительно как раз-таки больше для себя уже в нынешнее время, чем для расширения аудитории, так что... Я думаю, это будет больше давать такого внутреннего удовлетворения, когда для себя делаешь, потому что когда гонишься за тем, что хочется, чтобы в ютюбе прославилась... Ну да, и когда популярные темы, они такие заезженные уже, то есть уже интерес пропадает... Но если они будут ценить конкретно человека, которого смотрят, не потому что, что он показывает, а потому что он нравится... Да, конечно, да И будут знать, какой он в жизни уже нелицемерный, скрывает, правда? Да, абсолютно, конечно Можете передать нашим зрителям каналу Сергея Валя Грачева что-то хорошее пожелать? Сергей Валя Грачева, канал, и дорогие подписчики, и дорогие Сергей Валя, во-первых, развитие канала, удачи вам, побольше искренних, искренних, интеллигентных, хороших подписчиков и всего доброго Мы вообще рады всегда хорошим людям и вам тоже Счастья вам, радости, удачи, саморазвития Спасибо вам, что не побоялись дать на этот километр, я не знаю, 500 метров такой объем камер, и вы не побоялись подойти и дать интервью такое Большое спасибо вам Всего вам И успехов и вам Кирилл, привет! Многие тебя знают, ты очень много прилагаешь усилий, чтобы радовать зрителей и поднимать настроение Скажи, пожалуйста, ты первый раз на Video People? На Video People, да, потому что Video People первый раз в Украине А не приглашали в другую страну? К сожалению, нет Тебе нравится здесь уже сейчас? Вот прямо сейчас, да, мне очень, мне все нравится И организация, и люди, общение, круто, мне нравится Спасибо Да, канал? Сурикен Сурикен Как появилось название канала? Встретились мы с своим другом в кафешке и начали думать, как бы название придумать Я, на самом деле, у меня канал с 2008 года Точно такая же ситуация? Тогда я не запарился над URL своего канала, и у меня оно настолько глупое, там, Суря, Кенни, что-то такое И мы сидели, думали, как бы это все переделать И я начинал снимать, тогда хотел снимать китайские обзоры гаджетов, и мы думали что-то с этим совместить И у меня фамилия Сурилов, Сури, Сури, просто придумали Сурикен, и все То есть все гениально просто? Да, да Скажи, а что для блогера должно быть важнее? Деньги, слава или репутация? Ничто из этого вышепричисленного Я снимаю видео просто потому, что мне это нравится И все, если тебе это нравится, ты должен этим заниматься Если ты будешь снимать видео на YouTube только ради денег, у тебя канал просто в нищу скатится Хотя сегодня отвечали, знаешь, на такие вопросы еще так, что какая-то мотивация должна быть И это вполне нормально, что ты за то, что тебе нравится Просто если целью стоит не сделать хороший контент, а сделать контент ради денег, тогда это немножко ерунда Спасибо Были у тебя интересные случаи, когда люди узнавали тебя и сделали тебе что-то приятное или необычное? Да Я познакомился с человеком, который был моим подписчиком И он открывал свой маленький магазин гаджетов, и в итоге он мне просто предоставлял гаджеты на обзор Это очень приятно, это скалитно Я ищу таких тоже подписчиков очень хочется, потому что у нас одно из направлений это распаковки Потому что помогает и партнерка от Алиэкспресс зарабатывать немножко Сколько у тебя видеокамер? Учитывая iPhone 4, у меня есть нормальная камера, большая полноценная, две экшн камеры и iPhone Пока по интервью ты побил рекорды в плане видеокамер То есть видно, что ты с 2008 года уже профессионально работаешь, а какой чаще всего пользуешься? Чаще всего маленькая экшн камера, потому что ее удобнее с собой носить Какая фирма? Xiaomi, естественно Тезка по камерам, лежит в рюкзаке, но на Air Meetup в декабре, Air Meetup 360, медиасеть Air проводила То помнишь, кто-то выиграл был планшет Air за лучший обзор, это мы Поздравляем! Так вот, благодаря этому планшету, который многие отговаривали купить камеру, говорили оставь планшет себе Мы купили эту камеру То есть могли теперь нормально Это идеологичное как-то уважение Тот-то не понимал, говорил, ты что, 128 гигабайт с сим-картой, планшет, iPad, Air, ставь себе Ну и что ты будешь делать с этим планшетом? Да, пользоваться, снимать тяжело Спасибо, что ты понимаешь Чувствуется профессиональный подход Что бы ты мог пожелать зрителям вообще YouTube и нашему каналу? Быть нормальными Как говорил Snail Kick, будьте нормальными Спасибо тебе, Кирилл, будем рады и дальше сотрудничать Хорошего тебе дня и приятного время провождения Спасибо вам Вот еще ребята, Владислав и Сергей Вот их название каналов Так, ребята, у вас тоже развлекательная тематика Над какими проектами вы работаете? У меня развлекательный контент И я всего лишь на YouTube два с половиной месяца За такой срок, я не знаю, или это много, или это мало Но ты уже здесь, это уже похвально Да, это три с половиной тысячи подписчиков пока на канале Поздравляем Нужно развиваться и делать лучше качественный контент И я думаю, это будет все получаться У тебя получится, Владислав Я встретил Диму Дмитрия Луценко Ведет Ferrum Ferrum.com Обзоры, гаджеты Молодцы, студию сделали классную Видел, как вы это делали Ящики покрасили разной Морилкой Морилкой Вот слышишь, что-то я сейчас не то скажу Дима, скажи, пожалуйста Сколько раз ты был на Video People? Ну, аналогично А раньше приглашали вас? В том году, по-моему, да Но у меня не получилось У меня дела были Я не пошел Спасибо ему, молодец Тебе нравится здесь? Уже сейчас? Я только пришел Понял, мы были наверху Пообщались, регистрацию проходили, очень понравилось Как тебе твоя табличка? Нравится? Программка? Как табличка Ну, вот YouTube, там Video People Вот эти все Я ради одной вещи сюда пришел Поделись с какой? Ну, вывод YouTube Канал, оно международное пространство Или как-то оно так называется Да По сути, ради одной лекции Молодец Ну, видишь, у тебя еще одна цель появилась Ободрить тех, кто тебя увидит Реально То есть, ты можешь пожелать что-то хорошее Скажи, пожалуйста Как думаешь, что для видеоблогера важнее? Деньги? Слава? Или репутация? Репутация всегда Не важно Видеоблогер, не видеоблогер Кем бы ты ни был Я говорю, что ты классный парень Твоим имя это самое важное Все остальное Как ты думаешь, у тебя были интересные случаи, когда тебя вот узнавали И тебе говорили что-то хорошее или делали что-то приятное тебе? Ну, узнавали меня самым внезапным образом на заправке Мы с пацанами возвращались у меня с дачи Заправляли машину И говорят, ааа, чувак, я тебя знаю А что-то просто вот сказали, я тебя знаю, но не залили машину бесплатно, да? Не, не, не Ну, ты на это не рассчитываешь, наверное, в жизни, правда? Ты же это делаешь не для того, чтобы тебе там... Нет, моя работа в кайфу Именно поэтому я этим занимаюсь Ты где-то еще работаешь помимо этого? Нет, но что тогда не так идешь до меня Скажи, что бы ты мог пожелать зрителям вообще просторов YouTube и канала Сергея Валя Грачева? У нас на видеоблоге есть наше стандартное прощание Держитесь там и хорошего вам настроения Дима, заходи к нам в гости, будем рады сотрудничать Я вас недавно нашел, я слышал феррум, феррум Потому что среди многих обзоров гаджетов Вы по-своему вдвоем, причем вдвоем А это редко кто ведет вдвоем Многие ведут вдвоем А, ну не знаю, мы тролли по этому поводу самих себя Да, ну ничего страшного Хорошего тебе дня, хочу тебя похвалить, не сдавайся И не только мне, а наверное другим понравится Если зайдут на твой канал, где ты делаешь ручные работы дома Я думаю домашнее Это не совсем дома, это на даче скорее Ну... Давай никому не скажем об этом И реально получается очень хорошо Спасибо тебе большое Спасибо вам Ребята, привет Приветствуйте Хотя вы немножко уже устали, потому что у вас был еще насыщенный день сегодня И в принципе у вас и сейчас еще будет выступление на Video People Скажите, вы на Video People Прежде чем я задам вопрос, я скажу кто это Может быть кто-то еще не знает Ребята из Room Factory Это Максим и Миша Скажите, вы на Video People первый раз? И я второй, и ты тоже Мы приезжали в Москву в том году В мае, по-моему, был еще Video People Вы первые, кто сегодня сказал, что вы дважды на Video People, ребята Мне почему Нам, мне Да, да, да Там по-любому Стас Давыдов еще был, по-любому Здесь давай уже два раза были Я их не видел Шпагина, наверное Усачев Да многие Милена, да Многие те, которые два раза Скажите, как вы думаете, что для видеоблогера должно быть важнее? Слава, деньги или репутация своя? Репутация Да, и из репутации, и из хорошей репутации То из этого уже наплывает Остальное вытекает Да Ну, я вот с вами пообщался до съемок пять минут Не скажешь, что вы ребята с поднятым носом, как говорится Спасибо вам за такую откровенность, теплоту То есть вы нормальные ребята, с которыми можно пообщаться и даже вот некоторые советы получить Что бы вы пожелали видеоблогерам, кто хочет стать видеоблогером? Потому что вы реально команда, которая работает, трудится сплоченно Да У нас пять человек, да, мы работаем Делать, наверное, много, стараться совершенствоваться Отсмотреть других блогеров, понимать, как они это делают и стараться делать так Да, и работать обязательно по графику Вот это мы нашли это в себе, раньше мы работали не по графику У нас был рост, конечно, безусловно, но не был такой рост, как сейчас Когда мы сказали, что ролик мы выпускаем каждую среду в 6.18.00 У нас было вот даже такое, что мы не смогли выпустить среду, а люди все равно пришли его посмотреть Ну, поднялась активность в соцсетях, лайки, комментарии Особенно если это маленький канал, то по-любому нужно говорить, что у тебя такой или такой график Потому что когда ты заходишь на маленький канал, смотришь, а у тебя нет графика И смотришь, там ролики были четыре дня назад, месяц, но за два месяца, три, 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 три Это плохо, потому что люди, когда заходят на канал, сразу понимаете Выходим на уровень графика, специалисты советуют И опять снимают Это значит шорты включают Что происходит? У меня шорты сами включают качество Последний вопрос, что бы вы пожелали нашим зрителям каналу Сергея и Валя Грачева? У нас семейный канал Семейный, вы снимаете ремонты? Есть Ремонт есть? Да Терпение, ребята, за ремонт это очень сложно Мы снимаем кулинария, распаковки Таймлэпс очень люблю, облака У вас очень взрослая аудитория, да? Да, смотрю так, смотрят 24-35 Это круто, это прям хорошая аудитория У нас 18-24 основная Но у вас растет и она сохранится Да Потому что наша может потом отпасть еще А у вас, понимаешь, вот когда она с вами растет Ну да, в принципе, да Спасибо вам большое, ребята Успехов вам, всего хорошего и приятного вам здесь времяпровождения Вы на видеожаре будете? Нет Мы завтра уже будем Тогда в Кипре вам приятно отснять ролики, если это не секрет Спасибо Приятно отдохнуть, чтобы работа вам не помешала хоть пару раз окунуться на глубину Спасибо 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 Максим, где Костя? Костя только что был параллельно со мной в разных панелях Мы рассказывали про разные темы Я рассказывал про то, как держать на плаву проект долгое количество времени Костя рассказывал про монетизацию своего блога и нашего блога Это было интересно и их аудитории, и нашей Сейчас мы будем на этой главной панели отвечать на вопросы аудитории, которые наверняка накопились Это прекрасный и трудолюбивый день Хочу тебя похвалить за то, что ты не ругаешься Я не ругаюсь Когда ведешь видеоролики Я не знаю, как ты в жизни, но Так же Очень похвально Мне не приходится себя сдержать, потому что я просто не употребляю в речи И хочу вас похвалить, что вы с Костей дружите, это чувствуется Как бы там ни было Ну а как по-другому, потому что мы столько времени пройдем вместе, что у нас, во-первых, нет времени на ссоры Потому что если будет ссориться, то это будет ухудшать наш процесс съемок А это все Это чувствуется Это смертный канал И мы не конфликты, поэтому мы ни разу не ссорились За все 6 лет, с которыми общаемся Спасибо А что бы ты пожелал зрителям Видео просмотра вот всего И нашего канала Сергея Валя Горячева Скромный маленький семейный канал Зрителям я желаю больше добра, чтобы была необходимость Когда у зрителя есть необходимость сделать хорошее Он это делает Это приятно и ему, и тому, кому он это делает А каналу я желаю больше подписчиков Больше добрых, теплых комментариев И всего того, что вы сами себе желаете Хочу пожелать тебе, Косте и твоей семье большой привет Спасибо Вам тоже привет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА